Это программа «Работаю на себя». Мы рассказываем о малом бизнесе. Сегодня наш герой Александр Сорокин. В Краснодаре у него мастерская высокой печати. Здравствуйте. Что вы здесь демонстрируете? Расскажите. Сюда приходят клиенты. Чаще всего именно потрогать, пощупать, потому что по телефону или на сайте они не могут понять, о чем речь. Потому что мы когда разговариваем, всех начинает заинтересовать мой разговор, потому что я так достаточно воодушевленно об этом рассказываю. Но люди не понимают, что я хочу им продать. Основная наша деятельность – это визитные карточки, свадебные приглашения. Это вообще необычные визитки. Мы специализируемся на рельефной печати. Но мы занимаемся старым методом. У нас дорого, медленно, но эксклюзивно. Мы особо не рекламируемся. Находят люди нас друг от друга. Ну, то есть вот кто-то дал кому-то нашу визитку, кто-то взял, а где-то делал. И вот дают или мой телефон, или рассказывают, где они были. В основном это сарафанное радио, кто-то кому-то сказал, и как бы вот только так. Раньше я сам ездил ко всем клиентам. Предлагали? Да, то есть прямо у меня были с собой коробки с образцами, я показывал. Это все привозили? Да, прямо вот все и все рассказывал. Но сейчас популяризировался вот этот метод. Нас стали больше узнавать. Это как бы наша сеть, так скажем, вот этих вот сарафанных людей разрослась. И ко всем я теперь не успеваю никак попасть. И для этого вот мы открыли офис, в котором все это лежит. Можно прийти и потрогать, посмотреть. Это какой-то пример вашего станка? Это не пример нашего станка, это наша самая дорогая вещь, с него мы начали. Да, это самое начало, сейчас он как музейный экспонат, вот. Потому что мы, ну, как бы не все с ним можно сделать. Но визитки мы начали делать именно на нем. Грубо говоря, это работает вот сюда, кладется бумажка. Все механическим путем, да? Все, да. Потом вы убираете одну, кладете вторую, нажимаете, убираете одну, кладете. И так сто раз. То есть физически достаточно сложно? Очень. У нас есть более уже мощные станки. Допустим, там свадебное приглашение уже, ну, просто силы не хватит, да, сделать. То есть, допустим, вот мы делали обложку. Вот смотрите, она вся... Рельефная. Да. То есть вот на таком станочке это невозможно сделать. Тут как бы или он пополам треснет, или вы. Скорее всего, вы, да? Наверное, он металлический все-таки. Нет, нет, он трескался. Да? Да. То есть человек сильнее металла все-таки. Да. Начиналось все это банально на кухне. То есть просто на кухне мы делали... Когда, ну, те станки, которые уже следующие, их ни на какую кухню не поставишь, они весят по полторы тонны, и для этого нужно, да, отдельное помещение, чтобы этим заниматься. Ну, поехали тогда смотреть, как вы сейчас это печатаете. Ну, небольшую экскурсию проведите по своему цеху. Вот это для... машина для форм. Ну, и главные аппараты, они вот они, да? Да, это вот прям уникальность, гордость и красота. Это немецкие станки, их вообще давно не выпускают. Один 45-го года, другой 60-го какого-то. А как вы его ремонтируете сами? То есть, как вы этому учитесь? Методом проб и ошибок. Ну, какие-то, может быть, на ютюбе есть умельцы делают. Ну, там, вот, за границей этого больше всего. И, как бы, благодаря им мы, как бы, можем сами что-то делать. Это ваш напарник. Здравствуйте. Это мой друг и коллега, соратник, напарник. Все вдвоем, вот, как начали и до сих пор продолжают. Вот, это, как бы, общая идея была. Как вам пришло в голову заниматься вот таким, ну, необычным бизнесом? Все дело мне попался в руки какой-то образец, ну, какой-то печати с Америки, я не помню откуда. Вот, и я, как бы, смотрел, начал там в интернете искать, кто может такое здесь сделать. Просто интересоваться. И оказалось, что в Краснодаре вообще нет ни одной компании, которая может такое. И потом выяснилось, что и в России их, ну, как бы, единицы, да. И поэтому мы решили этим заниматься именно на коммерческой основе. Потому что, ну, быть уникальным всегда, это, как бы, прибыльно, наверное. Ну, а вы до этого работали в какой-то смежной профессии? Да. И Витя, и я, мы работали в типографии очень долгое время. И поэтому все, как бы... С печатью знакомы. Да, абсолютно, да. Как бы, причем я работал дизайнером в типографии, он именно в цеху, там, как бы, мастером. Поэтому с технологиями на печати мы очень хорошо знакомы, вот. И поэтому нам было достаточно, как бы, и интересно, и просто. Мы не знали, что из этого получится, и получится ли вообще, вырастет это ли во что-то. Поэтому каждый день, это было как хобби, делали кому-то карточки бесплатно. Это были первые, так скажем, заказы, просто за то, чтобы люди нас там увидели. Кто-то разместил в социальных сетях, вот, уникально. Вот оттуда, как бы, пошли первые, так скажем, клиенты вот с этих бесплатных, первых ласточек. Как вот произошло вот это? Как вы решились бросить все и заниматься своим бизнесом? На самом деле было очень страшно, но не останавливало то, что, ну, это очень такой узкий был сегмент. Ну, и никто, кроме нас, этого здесь не делал, и поэтому хотелось вот дальше и дальше, вот, как бы, развивать именно. То есть, когда мы начинали, мы оба работали в компании. То есть, вот, когда я рассказывал, на кухне все это происходило, то мы еще, как бы, работали. Когда это было еще несерьезно. Но потом, когда мы, вот, купили станок, допустим, уже большой, когда начали поступать более-менее периодически заказы, то уже было стало ясно, что надо этим заниматься флотно, иначе, как бы, это все пропадет. Ну, здесь такая не совсем монотонная работа. Для меня это искусство, для меня данный вид печати, ну, это каждый раз, каждый раз что-то новое. То есть, каждая работа, она отличается от предыдущей, и даже когда тираж повторяется, это всегда новое. То есть, каждый раз, из раза в раз. Для меня это искусство. Ну, и плюс зарабатывание денег. Ну, это уже, да, как приятное дополнение, да. То есть, так как эта техника однокрасочная, то есть, каждый отдельный цвет приходится печатать отдельно. То есть, если это у нас пять цветов, то, соответственно, бумага должна пройти пять раз через этот станок. Пять раз мы его должны помыть, вот, и до, то есть, полностью, как бы, подготовить к печати следующего цвета. То есть, все вручную, все мыть вручную, тряпочкой, да? Да, тряпочкой, все вручную, каждый валик. Все равно это доставляет удовольствие. Ну, а что вам приятнее? Сделать там миллион копий какого-то обычного подстаканника? Или вот одну такую красивую открытку? Ведь выгоднее это подстаканники наверняка делать. Наверняка, да, но теряется смысл вот этой высокой печати, когда ты делаешь длинный тираж. Безусловно, в деньгах это лучше, но в плане морального удовлетворения мне лично больше нравится делать какие-то штучные вещи, то есть, пригласительные, какие-то эксклюзивные, визитные карточки. Это, да, как бы это периодика, то есть, подстаканники, это, будем так говорить, я не знаю, хлеб, что ли, а все остальное масло. Откуда вы брали средства? Ведь наверняка, раз это такие винтажные аппараты, значит, наверное, они не дешевые. Ну, вот этот конкретно станок. Ну, вот этот стоит полторы тысячи евро. Полторы тысячи евро. Да, мы заработали это с помощью вот той маленькой машины. На кухне? Да. Вы работаете только вдвоем? Да. Почему никого не нанимаете? Может, стоит какую-то рабочую силу дешевую нанять? На самом деле, привлекаются на конкретные какие-то заказы сотрудники, но в основном работаем мы вдвоем. То есть, когда у нас случается какой-то аврал, естественно, мы приглашаем людей, которые нам помогают точечно, ну, те или иные заказы в срок. Тут есть еще такой момент, что это очень специфичная профессия, и нету таких людей, которые знакомы с этим. То есть, если нам нужен какой-то человек, который умеет печатать, то таких печатников нет. Когда наступит момент, когда нам нужны будут сотрудники, придется брать людей, которые, ну, тоже хотят этим заниматься и их обучать. Потому что готовых таких специалистов, ну, мы не найдем это точно. Кто ваш главный потребитель? Кто это все покупает, заказывает? Это те, кто знаком с нашим продуктом, то есть, они в курсе, им ничего не надо рассказывать. Потом люди, которые могут себе это позволить, то есть, которые не думают о стоимости. То есть, им надо что-то эксклюзивное, уникальное, вот, а это мы в Краснодаре, да. Как много таких людей, которые могут заплатить за визитную карточку 100 рублей? Таких людей очень много. Вот вы выйдете на улицу, посмотрите на какие дорогие машины проезжают, вот каждый наш клиент. Поэтому можно стоять на улице и считать их. То есть, все очень просто. Кто может себе позволить такую машину, тот может себе позволить и визитку за 100 рублей, за 200. И, как бы, мне кажется, неважно уже. Когда мы только начинали, я вообще не мог представить, что кто-то может себе позволить такую визитку. Ну, то есть, это было за грани понимания, что, ну, как бы, визитка 100 рублей, одна штука. Мне в голову это не укладывалось. Приходилось делать над собой тоже какие-то, как бы, усилия, чтобы этим заниматься. Но все до сих пор продолжается, значит, как бы, в этом есть наш успех, наша уникальность. Мы, как бы, думали, там, год назад, что мы уже сделали визитки, там, всем в Краснодаре. Но прошел еще один год, и люди все приходят и приходят из большей прогрессии. Тем более мы работаем и с регионами. То есть, ну, как бы, вот наш, как бы, козырь, бесплатная доставка, начинает, как бы, ну, открывает нам границы по всей России. Ну, границ нет. У нас есть и клиенты с разных регионов, то есть, отправляли во Владивосток, в Калининград, то есть, там, в Самару без проблем. В страны СНГ, то есть, тоже там есть, в Казахстан, в Азербайджан, пожалуйста, да. И были заказы, и вот только вчера я отправил в Канаду, да, то есть, в Нью-Йорк отправляли. Вы сделали доставку бесплатно, но зачем вам это нужно? Зачем вам эти убытки? Ну, это, как бы, конкурентное тоже преимущество наше. Ну, и мы, у нас подход больше, как бы, к сервису, то есть, мы не хотим грузить клиента вот этими делами, так скажем. То есть, вот клиент заказал, все, остальное все наше. То есть, мы берем на себя и досылку, да, прям до двери, то есть, ну, как бы, чтобы клиент не думал об этом вообще. То есть, сервис. Когда мы начинали этим заниматься, это было еще в зачаточном уровне, и нам приходилось многим объяснять, чем же мы занимаемся. Прошло, вот, там, три года, и сейчас видно, что это начинает набирать популярность. То есть, мы, как бы, зашли в начале. Сейчас люди уже знают, о чем, и это начинает только-только набирать именно вот обороты. Поэтому мы в начале пути, а не в конце. Поэтому перспективы радужные. Я надеюсь, у вас все получится. Спасибо вам большое за рассказ. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok